Максимально быстро, вы знаете, да? 15 минут. Не растекаться. И постарайтесь, чтобы кто-то слушает, что-то поняли. Я постараюсь. Среда неупорядочена, в центре абсолютно независимо друг от друга расположены. Все рассеяния абсолютно недависимы. Оказалось, что вся конеренция должна пропадать. Но в направлении строго обратно к падающему у нас наблюдается выселение, примерно раза в два. Потому что, когда у нас, когда по сатонакам рассеивается, то это вам, да? Ну, среда. В моем случае это изотропная среда. То есть, рассеяние изотропное. И длинный волн много больше, чем размеры рассеивания. А рассеиваться-то кто? Ну, лучше всего. То есть, классический термогнит волн на среде? Ну, я имею в виду, что суть заключается в чем? Почему вообще рассеяние присутствует и рассеяние присутствует? Можно бы сделать две диаграммы. Эта диаграмма соответствует два луча, которые рассеиваются, грубо говоря, на тех же центрах абсолютно одинаково. Эта диаграмма соответствует рассеяние тоже двух лучей, но они идут в обратном направлении. То есть, каждому лучу, который рассеивается вперед, и существует луч, который рассеивается в обратном направлении по такому же атическому пути. То есть, это следует изображение явлений. То есть, каждому лучу, который рассеивается в аэробактическом пути, и соответствует луч, который рассеивается в обратном направлении. С заменой К1 на КП, ну, в случае диаграммы, это просто разборок в нижней части. То есть, от любви независимую диаграмму, одну из них может получить телефон или с другой, и рассеиваться в нижней части. А с этой доберется координаторность. Почему у вас верхняя все лучи параллельные, а в нижней нет? А тут стоит заметить, что если у нас возникает координаторность, только в случае обратного рассеяния, то есть рассеяния назад. Если у нас пойдет по тому же пути в обратном направлении, но конечные импульсы будут отличаться, у нас не получится никакого конверентности из-за того, что центры у нас расположены совершенно независимо друг от друга. И рассеяние... Двери не описывают падающую волну, и двери не выходящую волну. То есть, вот. Вот, подруга. Все издевается. Спасибо. 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 Общая схема метода разделенных потоков заключается в чем? У нас есть рассеяние, и мы сначала рассматриваем рассеяние только вперед. То есть, волна встретилась с рассеющим центром, и мы наслеживаем рассеяние только вперед. Рассеяние назад мы выделяем. Соответственно, у нас весь процесс, где сумма таких вот диаграмм. Это диаграмма рассеяния вперед и одно отражение назад. Это вперед, и три назад, и так далее. Отсюда можно выделить повторяющийся элемент. Это вот этот квадрат. Он состоит из излучения изотропного источника и отражения от изотропного источника. В дальнейшем, чтобы получить решение, надо просуммировать вот этот вот ряд диаграмм. То есть, это нерассеянное излучение, которое в среде присутствует, то есть то, которое не испытывало никаких съударений, которое затухает по экстиненциальным законам. И вот этот вот наш блок, который состоит из суммы вот таких вот диаграмм. Соответственно, просуммировав все эти диаграммы, мы получим решение. Эти схемы соответствуют тому, чтобы было не учтено в этом квадрате. Соответственно, тут все же начинается с первой диаграммы, а точка, грубо говоря, выткила. Мы не включали эту фунду. Когда выткила вот таким вот образом, отдельно. Соответственно, это вклад однократного рассеяния в заднюю полу сферу. То есть, этот уголь света прошел внутрь, рассеялся только вперед, потом выразился один раз назад, и вот это вот получается навыки. А по осям у нас живет, то это кун, это и преобразование фунгеров. Соответственно, это кун, и это безразмерная импульс, а это средняя плоскость энергии, это эффектность. Какая-то по оси реакциях, но его руку в отопонении, он променит еще назад. Да, да, да. Это вот отряд у вас нарисован отряд, на что, наверное, сматриется сегодня, что не задреку. Что, да? Да, сматриется. Ну, это и просто разбили так сомнительно. То есть, мы рассматриваем сначала рассеяние только вперед, а потом назад. Ну, что вы здесь же в конце, вот здесь, конечно, нарисованность. Понятно. Да. Ну, лучше упало, трясло, сетево, да. А что вы хотите найти? Как, не знаю, как мы будем делать? Сечение рассеяния. Сечение рассеяния, сматрица. Что вы хотите найти? И число частей, а вот здесь плохо, а интенсивность. Интенсивность на выходе. Интенсивность на выходе, как современный угол, соответственно. Ну, вот, вот это рассеяние вперед, тут они все на тебе. А сессивностью? Да, очень смысл, какого-то классического. Какого-то в середине. Вот это математика для чего? Для, значит, мусориста, я смотрю на сколько-то. Ну, какие-то темы, на каком-то уровне, у нас с таким образом решается. Ну, вот, ну, то есть, хорошо будет, вроде сорок и темы уже скажут, и уже говорите. Потому что, потому что, если диаграмм рисует, в принципе, можно будет сказать, какие элементы соответствуют. А вот это решение уравнения Геленосов, когда мы учитываем рассеяние только в среднюю полусферу в дифференном черепе. Ну, вот, хорошо будет, что уравнение, сорок и темы. Так, это вот вклад однократного рассеяния назад. То есть, мы решили частную задачу, рассеяется только вперед, потом однократное рассеяние назад, и дальше он тоже только вперед рассеялся. А это не интегральное уравнение, то есть, мы получили вот такой повторяющийся элемент, если отсюда выглядит, соответственно, этот член, а этот член минситоскопы, то тут получается тот же самый податок, получается интегральное уравнение такое. То есть, схематически выглядит вот так. А, это успеечный, конечно. Лишний, что ли? В столовую очередь. Где? Вмежно. 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 Да, извините. Это я прибыл. Так, дальше. Целинтегральное уравнение. Вот, у нас, соответственно, Z и C', то есть, две координаты в этом уравнении, по каждой из них производится для образования ЛАПЛАСС. То есть, мы получаем G от Q. Это у нас как раз вот этот вот квадрат. Значит, Alt Q. Alt Q, это у нас как раз вот отклонение от обратного направления, а B, кое-штрих, это у нас по оси Z. То есть, в оси Z у нас уходит мокер направленное, а внутрь по бесконечной среде. Соответственно, факторизуется вот так вот этот квадрат, и сама функция находится... Сама функция при помощи метода Винера-Хокфа, которое было применено к этому интегральному уравнению, получается вот такой вот ответ, даёт такой ответ. Соответственно, сам ответ HACO, это суммирование тех диаграмм, которые были на предыдущем слайде, даёт вот такой вот результат. Это уже точное решение уравнение. Это интенсивный стандарт. Соответственно, по оси Z с отклонениями 2, да? Вартикальной оси от интенсивности. Так, дальше. Было получено... Дальше исследовалось это решение. То есть, от точного решения было вычтено многократное рассеяние, и сравненность диффудионом... На графике построено сравненность диффудионом приближения. Диффудионное приближение чуть выше, а вот это вот получено будет так. То есть, точное рассеяние не нужно брать. Тебе что, продолжают? Да, но... Это, скорее, метод расчёта, этого участка. Извиняйся. Потому что, извиняйся. Мы надо так нам брать. Да, я просто не успел это сделать. Это вот то же самое, только это интенсивность умноженная на куб квадрат. То есть, интенсивность умноженная на куб квадрат, и пластрольная доказательство посмотреть, на какую синтетику выходит. То есть, бывает обе как по квадратной бесконечности, диффузионное приближение тоже больше. Ну, что бы сказать, какой диффузионный результат? Ну, это некое приближение для этого уравнения, которое исходит из того, что у нас многократное рассеяние испытывается. Так вы же исходите многократное рассеяние. Ну, да, многократное рассеяние, но отсутствие в том, что диффузионное приближение плохо работает на крыльях. Там работает как раз для реглижения, когда рассеяние немного. То есть, диффузионное приближение, оно начинает очень плохо работать. Например, точные решения бывают как единицы на куб, а диффузионные бывают как единицы на куб квадрат. Соответственно, если мы точно почитаем квадратное, то оно тоже становится бывает как куб квадрат. И тут уже сравнивается точная именно квадратная и диффузионная. Вот, их поведение тоже различается. Ну, и в дальнейшем будет построен пространственный профиль для диаметром узкого крючка. И анализ процессов различной кранности. То есть, как раз на одном сцене показывал однократное рассеяние назад. Это будет анализ вклады рассеяния задней полусферы. Ну, и об общении результатов на примерном случае. Это планы? Ну да, это будет сделано в ближайшее время. Вы знаете, вам не повод проописать где-нибудь вверху, что вы рассказываете. Как результаты, как планы и постановка задачи. А что это считается одненько? Это последняя такая акция, не результаты, а планы? Нет, это результаты все были. Планы — это только внутрь. Сверху заглавиваешь, правильно? Ну, этот план вы собираетесь реализовать до защиты, правильно? Да. Там немного осталось. Это просто уже… Ну, на самом деле, это уже очень сложно. Осталось. Самое сложное уже было проделано примерно вот… Спасибо за внимание. Почему у вас с точечками все эти графики? Численные расчеты, так? Да, 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 да. Ну, как раз все. Ну, на самом деле, это замечательно традиционное для всех, но у вас оно особенное, если вам подойдет, значит, в первую очередь четко объяснить задачу, которую вы рассматриваете. Да, вот из этого вообще не понятно, что это такое, как вы сказали. Дальше. Вот следующее. Ну, дальше лучше, чуть больше понятно, но тоже надо как-то более внятно объяснить, что… Какую следую вы рассматриваете? Сказать, что… Какие нерависти выполнены? Диналовые, по сравнению с дневной пробегой там, как это является, и состояние между вашими рассеятелями. То есть, вы рассматриваете случайную однородную свету с достаточно удаленными рассеятелями, правильно? Да. То есть, у вас это не просто какой-то однородный, как говорится, такая цвета там, а какие-то проблемы у вас есть или там неоднородные. Первое. Сказать, что задача. Второе. Объяснить, что было сделано в этом управлении. Вот, что диффузионные слова говорить, диффузионная теория, а… Ну, сказали бы хотя бы большим уравнением, что-то описывается в пике электробратного рассеяния. Диффузионное – это некое приближение к этому уравнению, когда точное уравнение заменяется на уровне диффузии обычно. Что из него следует? Какие способности этого диффузионного приближения? Что оно правильно там в пике работают, если неправильно там описывают, что-то такое? А потом, чего не хватало в этом диффузионном приближении? И что вы представляете? Да. Нет. Нет. И пока что вы покупаете каша какая-то, у вас, по-настоящему, подготовленный человек, конечно, практически невозможно. Но это было не здорово сказать, откуда диаграмма, где есть тройки, когда кто-то в первом и в первом и в первом и рассеиваться. Да. В двух петрах. Мы сейчас посмотрим, что у вас там за полную формулу. Мы сначала общий план за спорум. Что за уравнение вы хотите решить? Потом уже в ядре уравнивает, если кто-то, и тому, если кто-то. В этом ядре у нас, мы на основе такой-то ядрой символически можно представить, что дельта функция – это насквозь, Условно, М – это одно отражение, М квадратное – два отражения. То есть, прежде чем формулировать технику, нужно поменять куда-то. Да, тогда это можно и без формул, если сформулировать четко. В науке должна быть равная точка, это уравнение, которое Вы решаете. А уже потом все методы, потому что часто, к сожалению, особенно технология науки, как я называю это в последнее время, два похожих правильных рук облискания приводят к абсолютно противоречивому, экспериментальному данному. Установка задач. Это важно. И, в общем, случайные степы – это что-то совершенно удивительное, по степени данных. О ней можно говорить просто бесценочно. В дом-то и я же действует безгонечное, всего 15 минут. Да, да, да. Чтобы определить ту маленькую задачу, которую Вы хотели все равно по многообразию решить. Значит, и еще вопрос такой. Смотрите, Вы предлагаете некий новый способ повышения этого уравнения, но ситуацию, которую Вы охватываете точными рассеивателями, эта задача имеет точное решение, полученное в частности с Борисовичем, да, и, как говорится, в этом смысле вы некий новый взгляд предлагаете мне это решение. Если вы весь ряд просуммируете, то, по-моему, получается результат, который здесь. Правильно? Да, это новый способ для решения. А это новый способ решения. Какие-то, я так понимаю, он позволяет… Вот, как бы, графики разные сравнивают дальше. То есть он позволяет проанализировать какие-то разные склады. То есть он позволяет проанализировать различные механизмы вот этого объекта уравнения, но пусть на такой простой, как говорится, в примере такой простой среды. Ну, дальше еще. Вот, как говорят, два графика. Вот это что это такое? Точно, решение… Вот это нужно, как в словах, четче поговорить. То есть фактически вот иллюстрация применения вашей теории, это вот эти сравнения какие-то делали. Что-то Вы читаете, все это сравниваете. Здесь нужно продумать или вот как-то почерпнуть, вот так, где даже… Хорошо было бы, если бы написали, какая-то иллюстрация… Ну, да. Точное решение минус… То есть, кто… А, еще дальше… Сейчас… Хорошо, нет, обратно. Нет, нет. Еще раз. Левая, нижняя прямая, что это такое? Ну, это как раз точное решение за исключением департам России. А, верхняя? Это фикерный. Да. Точное решение… Сейчас, и что? При больших углах точное решение минус двукратное совпадает… А, понятно. Да, нет, хорошо. Вот. Вот это нужно, как говорится, обсудить. Да, как говорится? Да. То есть, что… Точно… Отсюда видно, что точное решение для больших углах, например, выделяется квадратным, да? В общем, какие-то слова вот здесь нужно, какой-то… Небольшой анализ… Могут это говорить. Могут это говорить. У меня вопрос вот на необразованность, наверное. Ваши числа здесь… Ну, даже не здесь, а вот в предыдущем графике там… Дальше… Ну, зачем? Там какая-то была прямая… Понимаю? Вот. Вот. Она упирается в 0.06, там, с чем? Это что, какая-то константная минусальная? Почему так? Нет, это не минусальная констант, это просто склад однократного рассеяния в одних. То есть, вот эта вот диаграмма, вот эта 0.06 – это рассеяние в точку. Ну, это безразмерная величина, по крайней мере? На графике… Ну, на самом деле, неплохо, чем как-то пояснить, что это не совсем однократная рассеяния, дело в том, что у вас до и после вы учитываете любые рассеяния… Любые рассеяния… Любые рассеяния… Да, любые рассеяния… Любые рассеяния… Да, любые рассеяния… Поэтому… Истины однократного рассеяния в вашем эффекте нет. Это как раз… То, что вы сказали… Почти двойка… У нас поток вперед, рассеяние учитываем только вперед, а рассеяние назад мы уже, грубо говоря, вот таким вот образом, при помощи разных диаграмм. Одно рассеяние назад и… У меня вопрос в другом. Ну, просто я не очень понимаю, вот это число, что значит. Это столько энергии… Вернется назад? Или что? Ну, вообще… Это средний флот из-за каждого. Да? Но это все из чего? Вы обезразумевали, но что обезразумевали? Это… Я не знаю… Как бы… Это отходящего… То есть, это интенсивность на выходе, определенная на интенсивность хранящего потока. Ну, да. Так… Так… То есть, у нас падает ручок с интенсивностью 2, и тут мы начали… Аминтенсивность на заплате и интенсивность на входе, так что… Ну, это коэффициент отражения… Ну, это не отражение назад, это у нас единственная диаграмма, потому что отражение назад… То есть, у нас есть весь этот сплат назад, мы будем спросить первых, все эти диаграммы. Поэтому мы учитываем сплат только в первых диаграммах. Ну, сплат, да. В центре отражения – это в таком процессе, да. Ну что, наверное, больше нет вопросов? Если собраются вместе, то одно-третье может улучшиться. Отличный. Там в конце концов не будет вместе. А зачем где-то 10 в четвертых? Там… Ну, он уже на 40, может, на 40. Да, на 40, может… Не-не, это так. Он просто машину позволял… Шарактил. 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 Шарактил.